Это минус. Теперь бюджет. Рассказываю. Стол, в который включались горячие и холодные блюда, плюс вино, которое нас обязал купить в ресторан. В общем, не считая водки, не считая сладостей, не считая фруктов, не считая баранов. Обошелся нам в 200 тысяч на 180 человек. Теперь сопутствующие расходы. Тамада 21 500, видео 26 тысяч, за фотографию с нас взяли 28 тысяч, аренда машин 5 тысяч, выездная регистрация 2 тысяч, аренда Волл-Пресса 1700. Объясню, что такое Волл-Пресс. На входе стоял вот такой баннер, где были написаны имена молодых, и возле него можно было фотографироваться. Вообще, функционал этой стойки для меня стоит под большим вопросом. Я не знаю, использовался ли весь этот потенциал, но за эту штуку мы заплатили 1700. За аренду мы ее не выкупали. По-моему, она стоит дешевле. Не знаю. Так, дальше. Выездная регистрация актрисе была заплачена 2 тысячи. Вода, воду докупали, не хватило напитков и заставаний 2 тысячи. Фрукты были закуплены на сумму 3 тысячи 120. Певцу приглашенному отдали 2 тысячи. Танцора. Хотя была приглашена группа танцоров, те классные танцоры, которые... Из них, собственно говоря, наш знакомый друг Дэн, он хотел сделать подарок, но заплатить нужно было двум его друзьям. Но мы все-таки все равно заплатили им по тысяче, и в том числе и Денису. А вот... Водка на всех, по-моему, обошлась всем 260 бутылок водки. На 180 человек было куплено. Водки, по-моему, хватило. Так, ну... Это что касается бюджета. Теперь, что касается подарков. Что подарили? Ах, да, бараны, даже не знаю, сколько за них было заплачено. Ну, не выяснило, не я покупала, не знаю. Закупал сын. С ней, со своей невестой. Так. Итого, в общем, расходов на свадьбу 134,575. Теперь подарено было подарков с нашей стороны на 215-225 тысяч. Просто 215 это то, что мы насчитали. И только нашими, гостями с нашей стороны. И сколько это подарили друзья, это не прошло через мои руки, поэтому я не знаю, сколько именно. Вот. Но предполагаю, что тысяч 10 точно там должно быть. Так. Ну, и в основном дарили деньгами что-то было там, какие-то были вещи. А родители, то есть я и родители невесты, подарили детям путешествие в Таиланд. Куда они сейчас и улетели, где они сейчас прибывают. И, кстати говоря, почему-то нет связи. Видимо, вай-фай есть не во всех гостиницах. Так. Уроки, которые можно извлечь из этого опыта. Значит, первый урок. Свадебное меню должно быть рассчитано и на людей с хорошим аппетитом тоже. Не надо ориентироваться на таких людей, как я, которые, придя на банкет, съедают, вначале закусывают, съедают что-то и потом перестают есть. Ну, наелись и больше не могут съесть. Надо рассчитывать на тех людей, которые могут есть до конца банкета. Таких людей, оказывается, немало и, кажется, по-моему, большинство. Как показал опыт. Я почему-то свой опыт распространяю на всех. А это неправильно, это ошибка. Поэтому в выборе меню, в выборе количества должен участвовать человек, который любит хорошо поесть и может хорошо поесть до конца вечера. И второй момент этого же пункта, то, что нужно точно рассчитать начало банкета. Наша ошибка была в том, что мы назначили банкет в пригласительных билетах, написали, что время начала банкета 16.00. Но был вечер пятницы, большинство людей работает и заканчивает работу не раньше шести часов вечера. То есть, по-любому, банкет, основная часть его раньше, чем в шесть часов вечера, в пятницу не начнется. И поэтому те гости, которые были пунктуальны и пришли в шестнадцать, отпросились с работы, они, получается, либо будут наказаны, если их не посадят за стол вовремя, ну, хотя бы спустя полчаса или даже спустя час, они будут голодными и злыми, в не очень хорошем настроении. Либо они сядут за стол где-то, потерпят полчаса, минут сорок, потом сядут за стол и съедят то, что стоит на столах. А на столах уже стоят холодные закуски, напитки и много чего стоит. Поэтому лучше бы, да, назначать время, если в пятницу вечером, тогда назначайте хотя бы на шесть, учитывая, что... Ну, это зависит, да, от пунктуальности людей. Я знаю, что, например, у казахов, как я уже говорила, свадьба не начинается никогда вовремя, и самые ранние гости, самые пунктуальные, приходят на два часа позже назначенного времени. Но у нас здесь Россия, и мы все-таки, будучи людьми восточными, все же не настолько восточные, как казахи, получается, да. И многие из нас пунктуальны, большинство. Так что, вот, имейте в виду это. Я понятно, да, о чем я говорю? Точно рассчитывайте время начала банкета, чтобы не было такого, что гости съели очень много, а потом до конца вечера им не хватило еды. Так, дальше. Чтобы правильно рассчитать количество гостей и явку, надо обзванивать их за неделю, а потом за три дня. И даже это мне не помогло. И при этом всегда просить, приглашая гостей, просите их сообщить, ну, как-то так, упомяните вскользь, чтобы они все-таки предупредили вас. Проговорите это вслух, чтобы они предупредили, если что, чтобы они предупредили, что не придут. В этом нет ничего предосудительного, это не неудобно, учитывая наше время, учитывая расходы, учитывая, что свадьба обходится недешево. Все-таки, ну, они войдут в положение, они поймут, никто не обидится, мне кажется. И если вас приглашают на свадьбу, а вы не можете прийти, тоже обязательно предупредите об этом хозяев. Так, ну, еще один вывод из этого опыта. Чем меньше времени на подготовку свадьбы, тем лучше, меньше ответственности. Если что-то не удалось, всегда можно оправдаться тем, что, ну, было так мало времени на подготовку, все получилось вот так вот, скользко, скомканно, спонтанно. Ну, это не наш случай, кстати говоря, у нас свадьба получилась отлично, кроме того, что гости не наелись, это, конечно, очень нехорошо. Но, слава Богу, что я сама на это не очень обращаю внимание, поэтому по мне свадьба прошла просто отлично, я в восторге от этой свадьбы. Вот это самое главное. Так, и меньше времени для ошибок. Чем меньше времени на подготовку свадьбы, тем меньше времени для ошибок. Это такой оптимистичный вывод. И еще один вывод, он относится к бурятской свадьбе. Бурятская свадьба всегда окупается. Сравните, на банкет ушло, ну, скажем так, грубо говоря, 1200 на одного приглашенного гостя, на одно лицо. А дарили люди... Дарят люди не меньше двух. Я не знаю, сколько дарили с той стороны, но вот у нас считается, что мы вот, наш род относится к эхеритам, это западные буряты. Считается, что эхериты вообще славятся тем, что на свадьбах дарят очень богатые подарки и при этом всегда хвастаются, высвечивают, что вообще недопустимо, невообразимо на казахской свадьбе, чтобы подарки вот так вот высвечивались, чтобы веером деньги кидались на поднос. У нас такого не бывает. А вот западные буряты, да, у них это бывает. То есть золото... Подарки должны быть либо золотые, богатые, либо деньги веера. В общем, вот так вот. Ну и учитывая тенденции последнего времени, не больше склоняются к деньгам. Хотя считается, что обязательно нужно подарить молодым золото. Вот. Ну, таков мой рассказ. 22 минуты придется разделить на две части. Может быть скомканные, возможно, я его дополню. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Желаю вам здоровья, красоты, веселья, удачи, успехов и всего самого наилучшего. До свидания. Ваша Аюна. Продолжение следует...